Девочки, всем привет-привет. Меня проперло на съемку видео, но это хорошо, наверное. Так, у меня поступил запрос от подписчицы, чтобы я сняла в очередной раз свою бытовую химию. Все, чем я стираю, мою, чищу, что я полюбила, что изменилось, что добавилось, что убавилось. А кое-что добавилось из нового и интересного, а кое-что мы даже выбросим с вами в мусорку, потому что это зря потрачено деньги. Начинаем. Так, у меня здесь вот такие вот фикс-прайсовские коробки с бытовой химией. Давайте вот с них и начнем, а потом там как, что будем добавлять, что будем добавлять. В общем, первая коробка, прям по тому, как есть, так и начинаю. Вот такие вот средства от ГРАС. На самом деле нам их подарили в подарок. Один наш родственник по мужа линии как-то вот занимался этой бытовой химией и презентовал нам несколько упаковок таких вот для разного. От налета и ржавчины, для нержавеющей стали. Честно говоря, я бы не покупала их. Хотя вот эта вот ГРАС весьма неплохая по отзывам компания, да, там чистит, что моет. Но я сейчас больше люблю, чтобы было что-то одно для всего. Вот мне больше нравится, чем тысяча упаковок. Но не выбрасываю их только потому, что они полные. И, ну, что-то где-то можно все-таки ими побрызгать. Фрош. Очиститель для ванны и душа. Зеленый виноград. Я его закончу и больше покупать не буду. Типа, знаете, вот растворяет этот водный камень, налет, мыльные разводы. Тоже не знаю. Прямо, чтобы он там растворил полностью, этого нет. Плюс этого средства, то, что он натуральный. Здесь содержится натуральная виноградная кислота. Но вот прям полностью он, конечно, не растворяется. Поэтому, ну, это не вау. По поводу фрош. Очень люблю такое средство с соком грейпфрута, с кислотой грейпфрута для жирных пятен, чтобы мыть плиту. Ну, я ее мою только плиту. Не было, по-моему, в продаже. И я купила похожее. Называется средство антижир грейпфрут. Биоформула. Она, по-моему, стоила в два раза в шивле. И я ее купила. Знаете, когда плита жирная, снимаешь эти решетки, просто набрызгал. И я все равно мою средством каким-то пенищимся. Поэтому, ну, это такие вещи, знаете, ну, хочется купить, купи. Ну, вот, чтобы прямо оно прям убрало все, этого, конечно, нет. Все равно надо взять, знаете, обычное моющее средство какое-то, типа, даже просто обычное мыло натереть и все. То есть, у меня даже спрашивали, чем ты моешь газовую плиту? И сколько я чего уже не перепробовала, лучше всего натираешь губкой с каким-то пенищимся средством, тем, которым ты моешь посуду или обычным хозяйственным мылом. Потом все это смываешь. Я потом набрызгиваю, так как у меня стеклянная поверхность, средством для мытья стекол и натираю все это бумажной салфеткой. Все. То есть, какие-то там антижиры, какие-то, ну, мыло убирает жир лучше, чем что-то другое. Поэтому зачем платить больше? Ну, средство для мытья стекол, самое обычное, тоже, знаете, покупаем. Ну, вот просто какое схватили, такое схватили. Может быть, все знают старую добрую компанию Amway, которая предлагала свою продукцию. Это типа как Фаберлик, типа все в этом роде, Арифлейм. И вот это вот средство, которое называется средство гель для духовок. Это вот все, вот это очень-очень агрессивное, ядреное такое средство, да, как есть Фаберлик для духовок, которое разъедает просто руки, там все на свете, но которые там супер-пупер жирные сковородки, жир какой-то, пятна застарелые такие. Вот я как-то давно-давно покупала это средство. Здесь даже есть такая кисточка из проволоки, которой, ну, то есть руками вообще нельзя трогать. Ты ее наносишь на сковородку, на какую-то, ну, духовка у меня чистая, потому что я там не жарю такое вот, типа гриля там, да, чтобы все текло и плыло. Наносишь на сковородку, ждешь какое-то время, и потом прямо этой кисточкой, щеточкой вот это вот все сдираешь. Ну, средство действительно такое вот, знаете, качественное, хорошее, и я его, оно у меня очень уже давно хранится, наверное, годы четыре. Вот я его берегу, вот прямо, когда у меня сковородка такая будет убитая, или прямо где-то вот что-то, что вообще ничем не отмывается. То есть я люблю, оно и текстуры такой, знаете, прям какое-то зернистое такое вот густое, такое гелеобразное, порошковое такое. Вот я его, я люблю заливать прям полностью, не только где-то точечно, вот прям обмакнул хорошенько. Вот такое вот средство у меня на все случаи жизни есть. Это Фин Эффект, паста чистящая, компании Энель, тоже, знаете, знаменитые, да, вот это вот, которые все зовут работать в эту компанию, и их знаменитая паста, которая чистит вообще там прям все. Что я чищу этой пастой? Я, конечно, ею пользовалась. Паста действительно очень хорошая, рабочая, осужу я по ней, потому что она у меня отмыла подоконники, подоконники уже были желтые настолько от старости, то есть не потому, что там уж что-то где-то пролилось, а они уже такие вот стали серо-желтые такие. Там у меня и вода текла с цветов, которая, если вы знаете, на пластик попадает, она уже потом ничем не выводится. И я что только не пробовала, и спасло только вот это вот, спасла паста. Я люблю пасты этой вот почистить, вот знаете, иногда, вот мне, например, свекровь летом давала вишню в таком бетончике, такие вот старые наши бетончики с СССРовские, и этот бетончик уже был грязный от времени тоже, то есть он не грязный, а уже вот такой налетом таким покрылся тоже от времени. И когда берешь вот эту вот пасту, помните, суржа была такая вот, может быть, она и сейчас где-то есть в бытовых магазинах, и вот так хорошенько подрать вот эти бетончики, там какую-то, может, посуду какую-то такую застарелую, вот такие вот средства очень даже заходят, поэтому мне они нравятся. А сейчас я вам покажу то, от чего я избавлюсь, просто выброшу в МУСОРКО, компания Фаберлик. Я там покупала всю химию просто на пробу, то есть мне кое-что нравилось, кое-что не нравилось, когда появляло что-то новенькое, я обязательно заказывала. Вот появился новенький спрей-антиналет для ванн и душевых кабин. Как бы брызгаешь на стекло там или на что, и меньше образуется этот камень. Я не знаю, если честно, как образовывалось, так и образуется все. В общем, выбрасываю, не знаю, я не увидела такого вау-эффекта, вот прям, который действительно цепляет иногда от продуктов. Еще один бесполезный продукт – спрей для обработки поверхностей. Натуральное масло Монарды эффективно очищает от плесневелого налета, нейтрализует неприятные запахи. Сначала я пользовалась этим средством, как средством для удаления пыли, то есть я набрызгиваю на тряпочку и прохожусь там по всем поверхностям своим, потому что спрей для обработки поверхностей. Потом я прочитала, что здесь от плесневелого налета. Я не знаю, где у меня такой налет. Продолжала пользоваться просто для очищения поверхности. Мне казалось, что пыль садится меньше, потому что немножечко такой мысленистый эффект идет. Ну, в общем, таким способом я пользовалась им, но то ли по привычке, то ли потому что оно как-то стоит не под рукой. Я беру тряпку, просто мочу ее водой, то есть когда я начинаю делать уборку, я развожу мистера Пропор, сейчас я до него дойду, и вот этой тряпкой для пыли я вытираю все. То ли мне так удобнее и привычнее, я делаю это так. А вот это средство просто простояло колом. Мистер Пропор, девочки, что я только не пробовала на заре своей блогерской карьеры, когда мне присылали просто коробками все средства для уборки, потому что я, наверное, у всех ассоциируюсь с уборщицей, для рекламы, для обзоров, что я только не перепробовала. Для пола я всегда возвращаюсь к мистеру Пропору. Я пробовала и в наших магазинах, и какие-то немецкие, и всякие, что там только, и самодельные какие-то. То мне не нравится, что пол такой, знаете, как мутный такой, в общем, ну нет вот этого глянца. То я вижу помозы, разводы на полу. То я понимаю, что пол не помыт, то есть все хорошо, но пол липкий, какой-то вот, ну неприятный, то есть то ли смывать надо потом дополнять. В общем, что я только не пробовала, я возвращаюсь к мистеру Пропору. Вот этот фиолетовый мне нравится больше всего. Вот тут написано, что это лавандовое спокойствие, но мне пахнет он туалетной водой Армани. Есть такая вода, и вот ноточки, не целиком, конечно, так полностью, но вот какие-то нотки Армани. Я люблю мистер Пропор, и иду в магазин, только покупаю его. Даже не смотрю никакие новинки больше. Надежно, проверено, работает, а что еще и надо. Сейчас спрей для декора золота. Не знаю, наверное, пусть полежит еще до этого нового года. Покупала его в Фикс Прайсе. Был такой у меня из серебро, и вы знаете, когда я покупаю такие спреи, мне хочется, чтобы это было золото, в смысле плане блестки золотые. Но здесь краска серебрянка, и такая же золотая краска. В общем, это не то, что мне нужно. Я хочу блестки. Ну, там какие-то крошануть шишки, или что-то, какую-то банку там обрызгать. Ну, пусть стоит, но просто это не то, что я ожидала. Стиральные порошки. Отдельная тема больная для меня. Сразу покажу. Вообще фирму, которую я предпочитаю больше всего, которой я доверяю больше всего, и объясню даже почему. Когда-то давным-давно шла такая передача «Контрольная закупка», когда проверяли какой-то там товар или продукт или что-то. И вот в одной передаче проверяли порошки. Там было много порошков, там 5-6 марок знаменитых, Ариэль, Тайт, там и так далее. И среди них был лоск. И вот лоск выиграл в этих соревнованиях. То есть по своему составу, по своему действию, по мнению обычных людей, которые подходили, там пробовали что-то постирать, по мнению экспертов, лоск победил. С того момента я покупаю лоск. Все просто. Единственное, он неконцентрированный. Чтобы на стирку, нужно насыпать почти целый стаканчик. Это, конечно, очень много. Как-то, знаете, привыкли концентрированное средство насыпать понемножку. А здесь нужно прям 150 грамм. В общем, я стираю лоском. И когда он на акции, либо когда есть подушечки лоски, я покупаю только их. Но я для себя открыла еще одно средство, такое самодельное. Я тоже хвалила всем, показывала. Девочки, это хозяйственное мыло. Покупаю именно вот это Ромакс. Оно есть зеленое с яблоком и желтенькое с лимоном. Мыло шикарное. Постирать носки, постирать тряпочки. Вот у меня кухонные. Я их практически каждый день мылом стираю. Ну вот что-то где-то вот стернуть там или намылить. Это вот это вот мыло. Кроссовки стирать. Обувь всю летом. Вот я просто смылила кусок, просто стирая обувь этим мылом. Оно 72%. Это хозяйственное мыло хорошее, но оно не имеет этого вонючего запаха. Оно пахнет либо лимончиком, либо яблоком. И я открыла для себя такую вот Америку. То, что я теперь и стираю тоже мылом. Я натираю на терочке. Вот в эту вот коробочку. Оно получается вот такой вот стружкой. Натираю сюда 200 грамм мыла. Добавляю сюда 200 грамм отбеливателя. Любого абсолютно отбеливателя. Он называется... Вообще я называю это усилитель порошка. Вот ас. Есть ваниш. Ну, ваниши дорогие, российские. Я его не люблю. Есть наш обычный самый персоль. Но он сейчас почему-то стал дорогой. В общем, все то, что стоит в районе 3-4 белорусских рублей 200 грамм на 200 грамм в соотношении. Я натираю вот в эту коробочку. Вот так вот перемешиваю все это и стираю одежду. Но лучше я ничего не видела. Лучше и качественнее, чем пятновыводитель и хозяйственное мыло не отстирывается ничего. Все Дашкины вещи у меня впервые в жизни без пятен, без соков, без потеков. Потому что их просто невозможно ничем отстирать. Например, постельное белье я сейчас стираю только такой смесью. Я добавляю 3 вот таких вот ложечки. Это у меня от Фаберлик осталось. И все это стирается. И, понимаете, оно очень хорошо растворяется, это мыло. Я стираю на 60 и на 90 градусов. Выполаскивается хорошо. Ну, мне очень нравится. Это такой, знаете, такой вариант эконом-вариант. И вот прям, когда порошок мне жалко, например, какую-то я стираю, когда я говорила в Инстаграм, что если у меня вещи чистые, то я стираю их порошком. Это когда что-то такое тренировочное, синтетическое, там где-то, только там пот, знаете. А если уже там конкретное, вот детское, кухонное полотенце, там что-то, это вот прям мыло. Я стираю мыло. По пятнам водителям мне очень нравится вот этот вот АС. Как-то я купила маленькую упаковочку. Я кипячу белье. С ним бывает такое, что вот, ну, действительно, там серая майка или какие-то пятна не стирались даже моим способом. Я кипячу. Добавляю в обычную кастрюльку, кладу туда вещи. Они белоснежные. Она классно пенится. Даже можно просто залить кипятком и постоять на ночь. Все будет идеально. Вот мне АС понравился больше всех еще и по цене, потому что здесь 500 грамм упаковка. Я при каждой стирке добавляю еще два черпачка маленьких. При любой стирке. Вот у меня сейчас стираются такие вот пижамы, домашняя одежда тоже добавила, чтобы оно немножечко отбелилось. Еще я никак не могу расстаться с карандашом Фаберлик. В принципе, я не собираюсь с ним расставаться. Это тоже пятновыводитель, когда есть какие-то такие точечные загрязнения. Вот, например, в прошлый раз я ела рыбу и капнула жиром на штаны. Естественно, это пятно, ну, ты уже ничем не выведешь, да, или как-то надо отдельно его застирывать. А вот такие вот карандаши очень-очень спасают их, где вот именно какое-то точечное место, которое нужно затереть и потом постирать. Все, этого жирного пятна как не бывало. Этот пятновыводитель у меня без перерыва уже больше 10 лет. Я с ним познакомилась, когда у меня был Владик маленький, когда мне все кричали, что пятна от одуванчика. Ты никогда ничем не стираешь. Вот этот вот пятновыводитель выстирывает пятна от одуванчика. Только нужно хорошенько натирать на ночь. Вот намазал хорошенько, там, или днем лежит, и там к вечеру у тебя стирка, или наоборот. Тоже не собираюсь с ним расставаться. Еще вам хочу показать такое средство. Это, господи, ополаскиватель для белья. Когда я стала стирать порошком, вернее, мылом, постельное белье и так далее, мне начали писать, что этот запах хозяйственного мыла, как ты с ним борешься. Во-первых, запаха хозяйственного мыла нет. Это мыло нейтрализует вот этот аромат яблока и лимона. Но для меня постельное белье, постиранное мылом, пахнет прачечной. Вообще абсолютно нейтральным запахом. Вот вы, если когда-то нюхали вещи из прачечной, да, там, в гостинице где-то расстилаете себе белье, там, в поезде, они не пахнут вообще ничем. Невкусно, не невкусно, они вообще ничем не пахнут. Но уже раз пятый, наверное, я покупаю вот этот вот ополаскиватель Робета. Это Чехия. Меня и привлекло то, что Чехия вообще, я не люблю ополаскиватель для белья, и я никогда ими не пользуюсь. Было такое время давным-давно, я покупала там знаменитые Е, Вернель, но от них был жуткий кашель, раздирало мое горло, я не могла долго понять, в чем дело, а это оказалось от ополаскиватели. А я фигачила там во все, и в одежду, и в постельное, и в полотенце, там, и во все. Сейчас я покупаю вот этот Робета, добавляю ровненько половинку, просто чтобы вот немножко разбавить этот нейтральный запах. Девочки, он мне так нравится, я не добавляю его в одежду, я не добавляю его в куртке, там, не вообще никуда, только когда стираю постельные, либо махровые халаты, полотенца. Девочки, Чехия, продается в наших островых чистоты, мило, в общем, ищите. Разные ароматы я попробовала, но вот на синеньком остановилась. А, уже хотела завершать видео, а самое-то свое любимое я не показала, вот о нем сейчас я буду рассказывать очень долго. Сколько я уже живу, наверное, лет 10, когда я с ним познакомилась, я готова от всего отказаться, но оставьте мне санфор. Лучше этого средства вообще ничего нету. Я и мою унитаз, раковины, ванную, искусственную, раковину из искусственного камня, то есть то, где есть ржавчина, то, где есть сильное загрязнение, это только санфор. Унитаз, все это только санфор. Многие люди, по моему совету, купили это средство. Именно красный, именно красный. Они все из цвета, желтый, белый, зеленый, черный, но именно красный, вот так вот он выглядит, там санфоржавчина. И все, кто покупали, пользуются до сих пор, и благодаря от меня, и больше ничего не покупают. Я сейчас покупаю килограммовые, вот такие на тысячу грамм упаковки, заказываю их на Емол, там они немножко дешевле, они пропали. В одно время с полок милы и острого чистоты, потом они появились, ну по очень дорогой цене. Раньше они стоили 3 рубля, 3,5, сейчас, ну хорошо, если за 9 можно словить. Вот я килограммовые беру, но беру их, по-моему, по 7,5. Вот последний раз брала, три упаковки сразу. Вы заливаете унитаз, все, пошли там своими делами заниматься, через час вы просто смываете, все белоснежно. Ванную вы вот так вот нанесли, у кого желтые ванны, у кого какие-то там неотмывающие. Это средство стекает, уже сгря, то есть все, не нужно чистить, тереть. Единственное, что нужно, просто распределить по всей поверхности. То есть возьмете какую-то губку, просто не чистите, просто распределяете, и все, пошли заниматься своими делами. Буквально через 5 минут все разъедо, все белоснежное, все идеальное. Девочки, это просто нужно попробовать. Это рассказывать я могу долго, и хвалить, но я без него не живу абсолютно. Раковину из искусственного камня, которая, вы знаете, абсолютно ничего не уберет, если вы там помыли какие-то ягоды, или она стала какой-то там темной, черной, жирной, только вот это вот средство. То есть искусственный камень вымывает только средства с хлором, или санфор красный. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Вот такие у меня были любимчики, любимчики и новинки. Пользуйтесь, пишите, советуйте. Будем общаться и дружить. Всем пока.